Здравствуй, вечная юная душа! Наверняка среди твоих знакомых есть художники, ну или же просто люди, которые хорошо рисуют. И по-любому ведь, если искренне восхититься творчеством многих из них, они посмотрят на тебя как на идиоты и скажут «Ой, да нет, это хрень полная! Вот тут тени еще не проработаны, вот здесь цвета не те!» и так далее. Об этом сегодня мы и поговорим. Ни для кого не секрет, что творческие люди в какой-то степени безумные, а все безумные в какой-то степени творческие. Безумие здесь имеется в виду в хорошем смысле, как, например, у шляпника из «Алисы в стране чудес» Тима Бёртона. Здесь под безумием понимается возможность мыслить шире, чем обычные люди, видеть вещи, которые для них недоступны, и за счет этого жить так, как они не будут жить со своим узким восприятием никогда. Насколько мне известно, ты художник. Скажи, почему ты рисуешь и что тебе это увлечение дает? Рисую я, потому что мне нравится сам процесс, когда у тебя появляется некая идея в голове, и ты начинаешь ее переносить на лист бумаги или на компьютер. Это зависит от того, на чем ты рисуешь. Сам я рисовать тоже люблю, хотя и не умею. И чуть позже ты узнаешь почему. Это искусство позволяет выражать свои мысли, передавать свое настроение, делиться с другими своими какими-то фантазиями максимально точно. Ведь визуально человек воспринимает намного больше информации, чем на слух. И лучше один раз что-то увидеть, чем сто раз услышать. По той же причине существуют такие штуки, как чертежи. То, что на них изображено, нельзя передать иным способом. Разве что в виде 3D-моделей. А создание таких моделей, это тоже изобразительное искусство. Посему владение им несет очень большую практическую пользу. Но если здесь ошибки, эта вещь непозволительная, то в более свободных жанрах авторы картин зачастую их находят. Даже больше, чем это нужно. Я часто захожу в паблик, посвященный Hollow Knight. Атмосферной игрухе, по которой у меня на втором канале Феодримс есть видосы. В этом паблике молодые авторы ежедневно публикуют свое творчество по этой вселенной. И сами же себя засирают покруче толстых троллей, которые могли бы делать это в комментах. Я принес кривой Арт Хорнет, но кого это волнует? А ссылку ты на себя оставил? Когда-нибудь я научусь пользоваться линейкой. Не особо удачная попытка, зато на аватарку себе уже поставил свою попытку. Жду оров от вытекших глаз. Мне жалко бумагу. И подобное происходит в среднем каждый день. Действительно хорошие рисунки поливаются дерьмом от своих же создателей. И это не только в сообществе Hollow Knight. Такое можно увидеть совершенно на любом ресурсе, где выкладываются любые арты. Считаешь ли ты свои собственные рисунки плохими? В данный момент я свои рисунки плохими не считаю, но некоторые мне не нравятся. Но вот где-то примерно год назад я почти все свои рисунки считала плохими, потому что они не получались такими, которые мне нужны были. Все это в основном происходило из-за того, что мой уровень рисования не был достаточен. А почему же тогда другие художники очень часто ругают свое же собственное творчество? Ну тут два варианта. Либо они хотят комплиментов от других людей, чтобы им сказали, мол, нет, это не так очень даже красиво. Либо им действительно не нравится, потому что у них не получилось то, чего они ожидали. Чаще всего действительно это именно выпрашивание комплиментов. Налицо проступают комплексы и дефицит внимания, которые говорят автору прибедняться, называть свой шикарный рисунок полным отстоем, чтобы собрать побольше лайков, чтобы в комментариях писали, да не, ну ты чего, это хороший рисунок, и прочее всякое. Всем же людям нравится быть героями, спасителями несчастных авторов от депрессника и плохих мыслей, чем они, собственно, и пользуются, пусть даже и неосознанно. И эта особо запущенная форма маразма перетекает в то, что художник и сам начинает верить в качество своих творений. Настолько, что они становятся ему реально противны. Начинает казаться, что у него руки из жопы, мозгов совершенно нет, талант отсутствует напрочь. И в итоге он перестает заниматься любимым делом, его жизнь становится скучной, а серая бездушная масса выполняется еще одной опустевшей оболочкой, потерявшей смысл своего существования. Да, самокритика и умение объективно оценивать плоды своего труда это один из главных элементов саморазвития. Но лично я, да и все здравомыслящие души считаем, что всему должен быть разумный предел. Если ты считаешь свое творение говном, пересмотри его еще раз. Если твое мнение не изменилось, разбери его на составляющие и посмотри, из-за чего же ты считаешь его говном. Как это можно исправить? И в следующий раз исправь! Это намного эффективнее нытья о том, какая ты бездарность, и бессмысленных просьб не кидаться в тебя тапками. Можно ли развиваться как художник и при этом свои старые рисунки, ну, не ругать? Да, вполне. А надо ли прислушиваться к чужому мнению, когда совершенствуешь свои навыки, или же твой стиль должен быть, ну, полностью на 100% авторским? Это зависит от того, кто тебе говорит. Если тебе говорит какой-нибудь художник, там, допустим, с 30-летним стажем, или преподаватель, который действительно в этом разбирается, то, возможно, прислушиваться и надо. А если тебе это говорит, какой-нибудь Петя с подъезда, который просто говорит, твой рисунок дерьмо, анатомия не та, то нужно его слать куда подальше. Ну, а сейчас перед тобой лучшие среди моих собственных рисунков, которые я рисовал на своих уроках и парах. Тут нет никаких бликов, теней, градиента. И не только я считаю их не особо красивыми, но и те, кому я их показывал. И знаете что? Мне на это плевать. Эти рисунки я рисовал для себя, в них я самовыражался и передавал свое настроение, свои мысли, а еще пытался не умереть от гребаной скуки на гребаных уроках. Есть у меня, конечно, изображения, рассчитанные на широкие массы, но сделаны они полностью на компьютере, и по факту это не рисование, а компьютерная обработка, которая не очень много общего имеет с этим видом искусства. А больше, конечно, общего все-таки у моих видео. Вот они, как и у всех блогеров, поначалу просто изобиловали косяками. Запись, свет, звук, монтаж. Да даже в этом видео такое в какой-то степени будет. И что с того? На то они и ошибки, чтобы из них извлекался опыт. Правда, более четко их могут увидеть, и чаще всего более опытные маэстро. Виталий Голованов из This is Хорошо советовал писать звук отдельно от видео. Я стал писать звук отдельно. Инквидитор Махоун сказал, что надо работать от подачи. Я стал от подачи работать. Это было, кстати, про видос про Библию, где я говорил вот таким вот голосом и думал, что это будет круто. Но на деле это казалось лишь занудное растягивание хронометража. Я сам потом это понял. И, скорее всего, у видоса будет ремастер, рыба, тематика достаточно своеобразная. В общем, ей быть однозначно. Вот опытных блогеров, и, что не менее важно, опытных зрителей, да, я буду слушать и делать какие-то выводы. А тупорылые хейтеры, которые пишут мне про то, что мои ролики херня, и я ничего не понимаю, сию же минуту отправляются в мертвые бановые пустоши. Право на творчество есть у каждого, и право прислушиваться к чужому мнению, это тоже право, а никак не обязанность. Поэтому перестань зависеть от того, что кто-то тебе что-то там про твои рисунки скажет или не скажет. Хорошие творения рано или поздно будут замечены. Особенно, если их не только создавать, но и должным образом продвигать. А плохие должны дорабатываться и становиться хорошими. Ну вот, к примеру, вечно юная душа хочет начать рисовать. Что ты тут можешь посоветовать? С чего ему начинать и к чему быть готовым? Это зависит от того, чего он хочет рисовать. Если просто какие-нибудь пейзажи, он может спокойно там, не знаю, выйти в какое-нибудь красивое место, в парк, например, и начать рисовать с натуры. Там какие-нибудь деревья, дома и так далее. Если людей, то есть куча видеоуроков в интернете, как, допустим, рисовать человека. И там уже нормально изучать анатомию, прежде чем перейти к собственному стилю. Если ты планируешь стать художником или просто повысить свои навыки в рисовании, то я рекомендую прислушаться к советам Келпи, а также подписаться на ее группу ВКонтакте, где можно лицезреть ее творчество. Ссылка в описании. Ну а если ты уже опытный человек в области изобразительного искусства и создаешь шедевры, которые нравятся людям, перестань, наконец, прибедняться и научись любить свой труд. И себя тоже возлюби, в конце концов. Иначе твои старания никто не полюбит, а только и будут оставлять тебе комментарии из жалости, пока им это не надоест. А не потому, что им это реально нравится, и они будут приходить к тебе за твоими творениями снова и снова. Мелкие косяки — это не такая большая беда, а, напротив, лишь повод становиться еще лучше и достигать новых высот, показывая своим примером, что это действительно возможно. Ну а я же буду ждать твои комментарии под этим роликом, поскольку они помогают мне и моему склепу продвигаться, и это очень огромная помощь, благодаря которой я понимаю, что и мои усилия не напрасны. Также не пожалей лайка и не забудь тыкнуть вот на эту круглую печать, дабы подписаться на склеп Феаморта, а также вот на эту печать, чтобы подписаться на канал Келпи. В описании есть ссылки на наши группы, куда тоже я очень рекомендую подписаться. Ну и, конечно же, до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!